Всем привет! Сегодня у меня ролик на медицинскую тему. Дело в том, что иногда ко мне обращаются крыльководы и спрашивают, что такое у меня с крыльчонком. Беру кролика и у него уши как будто чем-то заполнены. И вот я решил этим роликом ответить на ваши вопросы, что это может быть. У меня остались фотографии 9-летней давности, и поэтому я сейчас не буду снимать ролик, а прокомментирую эту болезнь по фотографиям. Сейчас я, конечно, такие болезни не лечу. Я лучше уберу кролика, чем буду тратить столько времени на лечение одного крыльчонка. Но в 2011 году с породами в нашей стране было очень тяжело, и за границу я тогда на выставке ездил мало, поэтому я вытягивал каждого крыльчонка и применял к ним лечение в зависимости от болезней. Так вот, обходя клетки, я заметил у мардера, у месячного крыльчонка, вдруг начали падать уши, как у баранчика. Я достал его из клетки и увидел, что уши как бы налиты, вот как медицинская грелка водой. Также залиты уши, вы видите на фотографии, как бочонки какие-то. При этом слуховой проход закрыт у крыльчонка, а сами ушки идеально чистые, никакого там клеща, ничего нет, и поведение у крыльчонка веселое, он ничем как бы не дает знать, что ему достает это какие-то неудобства, доставляет какие-то неудобства. Но я тогда, недолго думая, взял шприц и просто эту жидкость взял и откачал у него из уха. Вышло примерно 15-20 кубиков вот этой жидкости кровяной. Уши как бы сдулись и приняли нормальный вид. Но на следующий день при осмотре кролика я увидел, что эти, как бы сказать, емкости в ушах опять заполняются. И тогда я уже начал искать, что это за болезнь, и погрузился в литературу, узнать, как вылечить этого крыльчонка. Естественно, в литературе по кроликам совершенно ничего нет и ничего не нашел. Я начал искать по другим животным, по кошкам и собакам, и я нашел, что это за болезнь. Называется она лимфоэкстравазат. Это скопление лимфы в полости, образующейся вследствие расслоения тканей и разрыва лимфатических узлов. Она возникает в тех случаях, когда внешняя сила воздействует по касательной поверхности тела, и происходит смещение кожи и подкожной клетчатки относительно более глубоко лежащих тканей. Болезнь характеризуется медленно нарастающей в течение нескольких дней припухлостью. Эта припухлость, как правило, абсолютно безболезненна для животного, и нет никакой повышения температуры и других симптомов. При ощупывании отмечается свободное перемещение жидкости под кожей. Затем начинаем саму операцию. Для начала проливаем спирт на стол, как же без этого. Затем кролику протираем ухо спиртом и протираем йодом. Затем делаем шприцом прокол в ухе и начинаем отсасывать эту жидкость, лимфу. Но все мы знаем, что лимфа сама по себе бесцветная жидкость. Но при одновременном повреждении кровеносных сосудов в лимфе развиваются гемолимфоэкстравазаты. И при образовании этого мы можем даже подчислить какие-то сгустки. И вот этот пунктуат, он имеет именно на вид красный или розовый цвет. И после того, как лимфа с кровью из ушка у кролика откачана, мы берем суспензию гидрокортизона ацетата с навокаином и вводим в это же самое ушко эту смесь. Затем точно такую же операцию мы проводим со вторым ухом кролика. Так как я говорил уже, у этого кролика такую картину мы наблюдаем в обоих ушках. Затем опять обрабатываем ушки спиртом и йодом, сворачиваем ватные тампоны, закладываем их в ушки и накладываем сдавливающую повязку. И такую процедуру я проделал с кроличонком ровно 5 дней, как раз до его излечения, до полного выздоровления. И конечно я бы сказал, что дело это довольно муторное и отнимает очень много времени. Но если ты хочешь сохранить кроличонку жизнь, то такой процедурой гарантируется полнейшее его выздоровление и дальнейшее просветание. Итак, история этого кроличонка имеет вполне счастливый конец. Единственное, что осталось после данной операции, то что мы можем видеть, это его уши потеряли эластичность, что ему не помешало в дальнейшей жизни и развитии. Всем пока, здоровья вам и вашим питомцам! Субтитры сделал DimaTorzok